добрый день сегодня к нам на испытание попал образец дымохода произведенная в санкт-петербурге популярный у некоторых производителей технологии с использованием вата роквелл варидма вот принципе наверно кто знаком тот внешне узнает мы хотим провести испытания так как производитель из дании утверждает что роквелл держит 650 градусов но производители дымохода которые используют это изделие утверждают что дымоход вместе с ней способен выдержать 900 градусов ну что ж посмотрим что покажет эксперимент для этого мы поместим данный образец термопечь разогретую до 850 градусов и продержим в ней полчаса и так мы собрали дымоход обратно и помещаем его в термопечь к сожалению влезает он еле-еле но тем не менее наука победила и он поместился так мы видим что температура немножко упала время сейчас у нас 3 часа 40 минут ну и соответственно через полчаса мы придем и посмотрим что произошло с образцом прошло полчаса и теперь мы хотим доставить наш образец из печи который он пробовал самые полчаса ну уже на лицо видно что изолятор изменился в объемах и внутренняя труба просто упала на внешне сейчас мы попробуем это все достать чтобы показать вам поближе доставать не очень удобно так как ну изменение геометрии трубы наверно связано с тем что не совсем получилось в объемах но тем не менее даже находящийся без какого-либо давления изолятор сверху отошел от поверхности стараясь как-то поближе вам показать горячий вот дошел от сетки спекся и сейчас попробую как-то достать чтобы показать что с ним произошло вот в общем то наверно все видно просто сгорел и я подозреваю что потерял свою эластичность как все образцы которые мы до этого испытывали да и просто крошится соответственно ни о каких постоянных размеров между внутренней внешней внешней трубой речь уже не идет и дальнейшей эксплуатации после такой воздействия температуры данный дымоход не пригоден что-то решено